Добрый день, меня зовут Игорь Павловский, я директор информационно-алитического центра проектного офиса развития Арктики и сегодня мы поговорим пожалуй одну из наших любимых тем, это тема северного морского пути. Мы очень много про это разговаривали в прошлом году, в позапрошлом году, тема будоражится, вы можете увидеть много упоминаний в прессе про этот проект, но сегодня я хотел бы поговорить об одном очень интересном аспекте, который мы пожалуй еще не затрагивали. Не так давно мы провели дискуссионный круглый стол, где обсуждали, что может северо-запад Российской Федерации дать для загрузки северного морского пути, какие грузы можно повезти отсюда, вообще насколько рентабельны все эти разговоры о проходе судов с Дальнего Востока до Санкт-Петербурга. В ходе круглого стола представитель Росатома, той корпорации, которая обеспечивает соответственно работу северного морского пути, сделал заявление о том, что корпорация готова рискнуть и в двадцать первом году сделать четыре рейса с Дальнего Востока на Санкт-Петербург. Мы в будущем году все-таки планируем до четырех рейсов нашим лихтером осуществить, начиная с летнего периода, наверное, где-то там 16 июня и ориентировочно там по 15 ноября. Идея перевозить рыбу с Дальнего Востока в Санкт-Петербург не новая, только мы с вами обсуждали это несколько раз. Эта тема будируется каждый год с завидным постоянством. И каждый год Росатом предлагает свои слуги. Каждый год производители рыбы, те, кто ее добывает, говорят, что да, тема перспективная, но раз за разом она утихает и так и не реализуется. Почему? Ответ очень простой. С одной стороны, да, с Дальнего Востока корабль пройдет с рыбы Санкт-Петербург, а что повезет из Санкт-Петербурга? Есть ли грузы, потому что в одну сторону загрузить корабль, а в другую, чтобы он вернулся пустой, но это прямой убыток, это не выгодно никому. А если эти цены возложить на тех, кто добывает рыбу, то в общем-то и целом перевозка будет просто золотая. И вот как раз в ходе круглого стола, который мы проводили совместно с газетой Деловой Петербург, мы пытались выяснить, есть ли возможность у бизнеса северо-запада сформировать какую-то партию грузов, которая могла бы быть доставлена на Дальний Восток. Заявление Максима Кулинку о том, что будет четыре рейса ежегодно, было встречено с большим одобрением. Впервые за долгие годы появляется перспектива, что это будет не один разовый рейс, как многие годы подряд, а уже некое подобие контейнерной рельни с определенной регулярностью. И тогда уже бизнесу это может быть интересно. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что если я знаю, что там в определенный месяц, в определенный день пойдет большой корабль, а перевозка на кораблях всегда дешевле, чем по железной дороге, ну в силу экономических причин, я, наверное, как бизнесмен, если есть большая партия груза, мне проще дождаться корабля, чтобы загрузить на него и свой груз. До тех пор, пока не было регулярного расписания, для тех пор, пока не было постоянной линии, это все было бессмысленно. Единственный путь, по которому можно было отправить, железная дорога. Она и диктовала тарифы. И вот действительно Росатом сделал первый ход. Ответ за бизнесом. Будет он работать с этой площадкой или нет? Что вести? Вот я была в Владивостоке, там на удивление действительно едят много рыбы, но у них большой дефицит и дорога стоит мясо. У них развивается чуть-чуть сельское хозяйство, но у них там не хватает, не знаю, элементарных удобрений. Почему не везти из Петербурга небольших объемов контейнеров удобрения? Сейчас перевозят, пожалуйста. Можно везти продукты питания замороженные, типа рыбы, может быть зерна. Из Петербурга можно везти, не забываем, что у нас здесь производятся автомобили, у нас центр производства автомобилей в Петербурге. Можно везти, возможно, машины. Был период, когда их возили даже в контейнеры. Но я бы хотела все-таки говорить чуть шире о возможностях транзита не для международного транзита, а именно каботажа. Для перевозки, то есть из порта Санкт-Петербурга, российского порта, в российский же порт Владивосток. Отдельно представитель торгово-промышленной палаты Ленинградской области Игорь Муравьев сказал, что если бизнес Ленинградской области, более того, он сказал шире, за весь бизнес северо-запада, будет понимать регулярность линии, то он, как представитель этого сообщества, пожалуй, готов гарантировать, что грузы будут. Если мы сможем обеспечить, так сказать, еще раз говорю, более короткий срок и, соответственно, более дешевую доставку, чем через Суэцкий канал, Северный морской путь оправдает себя на 100%. Не надо думать о загрузке в ту или в другую сторону. Такие товары есть. Сейчас они проходят частично железной дорогой, частично в большей степени тем же морским транспортом, но совершенно другим коридором за совершенно другое время. Итак, получится ли линия? Вы знаете, очень интересный ответ на этот вопрос дал представитель МОО «Стольких технологий» Александр Головизин. Он сказал буквально следующее. Вот реально сложный, непростой проект. Там множество подводных камней и сложностей. Одна из самых таких серьезных, на мой взгляд, это мое частное мнение, то, что как бы его нельзя сделать по чуть-чуть, нельзя попробовать и посмотреть, пойдет или не пойдет. То есть пока не будет реально работающей линии с какой-то достаточно приемливой регулярностью отправок, да, оценить выстрелы или не выстрелы нельзя. А вот создание линии с какой-то там хотя бы с еженедельным отходом, он уже требует достаточно больших инвестиций как в инфраструктуру, так и в суда. То есть надо сперва вложиться очень серьезно, а потом понять, получилось или не получилось. Риски того, что не получилось, они существуют. И риски большие. То есть кто-то должен рискнуть очень большими деньгами, чтобы потом или пан, или пропал. Единственное, кто может так рискнуть и так вложиться, это Росатом. Тот сам оператор, который работает на Севморпути. И если верить словам Кулинко, в этом году Росатом готов рискнуть. Ну посмотрим. Я почему-то думаю, что будет скорее всего пана не пропала. Эта линия наконец-то заработает. Большое спасибо. Оставляйте ваши лайки, мнения, комментарии. Ну и берегите себя. Всего хорошего.